Италию захлестнула новая волна нелегальной эмиграции. Ливийских перевозчиков, арабских и африканских беженцев теперь сменили выходцы из России, Грузии, Украины. Об этом сообщает новое время. Ливийский канал поставок нелегалов удалось нейтрализовать в ходе успешной борьбы итальянских властей. Вследствие жесткой политики противодействия, проводимый министром внутренних дел Матиас Альвини с начала нынешнего года незаконное пересечение границы с той стороны было сведено практически на нет. Однако, ему на смену пришла новая волна, с которой итальянские правоохранители справятся пока не способны. В ходе журналистского расследования итальянскому изданию El Espresso удалось выяснить, что маршрут пролегает через Турцию или Грецию, а конечным пунктом назначения становится побережье Сицилии и региона Апулия. При этом вместо африканцев и арабов сейчас в Италию везут пакистанцев, курдов и косоваров, а их перевозка осуществляется на фешенебельных яхтах, которые часто оказываются под флагом США, таким образом, им удается маскироваться под обеспеченных туристов, не вызывая подозрений у береговой охраны и миновать различные досмотры. Правда, за такой способ передвижения приходится выложить 10 тысяч долларов с человека вместо 3-5 тысяч долларов за туризм из Туниса и Ливии, зато и гарантией добраться больше и комфорта. Яхта может взять на борт порядка 70 человек и совершить сотни поездок в год. Место высадки нелегалов в регионе Апулия выбрано не случайно. В его столице, в городе Бари долгое время проживал вор в законе Мираб Джангвеладзе, Мираб Сухумский. В 2014 году итальянский суд приговорил его к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы за вымогательство, поделку документов и отмывание денег. В 2016 году, отбыв часть срока, законник был отпущен под домашний арест, который также отбывал в Бари. Впоследствии он перебрался в Турцию. В Бари же в последнее время жил и еще один вор в законе, Джемал Микеладзе, Джема, который умер там же в ночь на 1 марта этого года. Несколько месяцев назад в Тармине, Сицилия, карабинеры арестовали двух российских перевозчиков, одного на берегу, а другого носевший на мельяхте. При этом у обоих были обнаружены крупные суммы долларов и рублей. Как отмечается в публикации, их яхта была куплена в США и зарегистрирована в штате Деловер. В прошлом году была арестована другая яхта, также шедшая под флагом США и зарегистрированная в том же штате. На борту находились дюжина нелегалов-касоваров. И вновь команда состояла из двух россиян. Сейчас они находятся в тюрьме и отказываются сотрудничать со следствием. Несколько недель назад у побережья Сицилии, в районе городка Авола была арестована еще одна яхта с 59 нелегалами-пакистанцами на борту. Были также арестованы два российских шкипера. При этом итальянские силовики обнаружили некую особенность. Среди десятков задержанных за последние годы перевозчиков россиян значительную долю составляют этнические грузины, совсем недавно получившие российское гражданство. Итальянские исследователи объясняют это тем, что РФ не выдает своих граждан, а значит, преступникам будет легко скрыться на их новой родине в случае, если против них начнется расследование. Кроме того, за последние четыре года в Италии были арестованы 60 граждан Украины. Половина из них до сих пор находится в тюрьме. По сведениям итальянской прессы, их также используют законники, базирующиеся в Турции. За рейс они получают по 3 тысячи долларов. Правда, когда попадаются в руки полиции, то в отличие от россиян и грузин, украинцы охотно идут на сотрудничество со следствием и разыгрывают раскаяние. В случае отсутствия рецидива их освобождают и высылают из страны. Правда, спустя некоторое время они вновь возвращаются к криминальному бизнесу.